Сегодня разберем очень короткий, очень простой ролик. Это Дженнифер Лоуренс, она актриса, вы ее, возможно, знаете по фильму «Голодные игры», может быть, «Пассажиры», может быть, «Winterbone», «Зимняя кость». Ссылочка будет в описании на ролик. Что там происходит? Она получила Оскар, и после получения Оскара они все отвечают на вопросы журналистов. Происходит такая пресс-конференция. Вот небольшие вырезки из этой пресс-конференции, они в этом видео. Пройдите по этой ссылке сначала, посмотрите оригинал. Я думаю, там в основном будет все понятно. Потом, если что-то будет непонятно, возвращайтесь, мы разберем этот текст подряд. Он очень короткий, смотрите, разделим на две части. Первая часть, сначала читаем, потом переводим. Вот смотрите, она стоит на сцене, и женщина-ведущая говорит, что мы начнем с 190, и потом пойдем до 123. Я так думаю, что это номера у журналистов. То есть она говорит, что мы начнем с журналисту, у которого номер 190, либо, может быть, это вопрос номер 190, и пойдем дальше до номера 123. И она шутит, говорит, что это же не акцион, верно? Женщина отвечает, да. You guys are gonna take it away. Take away – отобрать. То есть вы, ребята, что, отберете у меня? Она имеет в виду Оскар, саму статуэтку. Gonna – это разговорная форма to be going to do something. To be going to do something – это что-то собираться сделать. То есть вы, ребята, что, собираетесь отобрать его? Вы его отберете? Дальше у нее спрашивают. The fall on the way up to the stage. Вот падение на пути, на сцену. То есть то, что вы упали, поднимаясь на сцену. Она отвечает. Was that on purpose? Absolutely. Нарочно ли я это сделала? Вот on purpose – это нарочно. I did it on purpose – я нарочно это сделала. Было ли это нарочно сделано? Абсолютно. Конечно. Абсолютно. Конечно, разумеется. Was it a fall? What happened? Это было падение? Что случилось? Дальше она отвечает. Я не… Дальше так немножко шутит. Что вы имеете в виду, что случилось? Вы на платье мое посмотрите. Я попыталась подняться в этом платье на сцену. Вот что случилось. Давайте немножко подробнее. What do you mean? Mean – это иметь в виду. Что ты имеешь в виду? What do you mean? Что вы имеете в виду, что случилось? Look at my dress. Посмотрите на мое платье. Я пыталась. Try пытаться. Tried пыталась. Я пыталась walk upstairs. Идти пешком по лестнице. Upstairs – это подниматься по лестнице. Я пыталась подняться по лестнице в этом платье. Вот что случилось. That's what happened. Дальше у нее спрашивают. Она повторяет вопрос. What went through my mind when I fell down? Что? Смотрите. Go through my mind – это мысль, которая у вас появляется в голове. То есть дословно, что прошло у меня в голове. Что она имеет в виду? Какие у меня были мысли, что мне пришло в голову, когда я падала? Женщина говорит, да, что это вопрос. Плохое слово. Bad word – это плохое слово. Кстати, оставлю в описании ссылочку на видео, в котором я рассказываю о разных неприличных грубых выражениях и различных вот таких вот bad words в английском языке. Плохое слово, которое я не могу сказать, которое начинается с буквы F. Я думаю, вы догадываетесь, какое слово. Давайте дальше. You look so great today, great trust. What was the process of getting ready? How many people helped you? What was the process? I don't know. I just woke up and tried on the dress. And it fits, thanks God. And then I took a shower. I don't know what I was... That's what I did. And then I had my hair and my makeup done. And then I came to the Oscars. I'm sorry. I did a shot before. Sorry, Jesus. Just awfully young to have so much success so far. You feel that it is good. It is a good thing that is coming so early in the career. I hope so. I mean, I... Who knows? I guess we will see. You are not worried about it being too soon. Well, now I am. God. Dashun you спрашивает. You look so great today. Вы так прекрасно выглядите сегодня. Прекрасное платье. Какой был процесс подготовки? Get ready. Это подготовиться. Get ready. Готовься. Подготавливайся. Какой был процесс подготовки? Сколько человек помогали вам? Дальше она отвечает... Переспрашивает. Какой был процесс? Я не знаю. Я просто... Wake up. Прошедшее время от wake up. Я просто проснулась. And tried on the dress. Try on. Это попробовать померить. Когда вы идете в магазин, спрашиваете. Can I try it on? Я могу это померить? Я проснулась. Померила платье. It fit. Имеется в виду, что оно было по размеру. Оно было как раз... Я в него влезла. Скажем так. Я в него влезла, слава богу. И потом я искупалась. Take a shower. Принять душ. Искупаться. Я не знаю, что я... Она просто по сути не знает, что ответить. Потому что вопрос достаточно странный. Это то, что я сделала. That's what I did. Вот дальше смотрите. And then I had my hair and my makeup done. И потом мне сделали прическу и макияж. Make up – это макияж. Hair, прическу. Вот они иногда так говорят. I had my hair done. То есть мне сделали прическу. Я сходила в салон. I had my makeup done. Меня накрасили. И потом я пришла на Оскар. Извините. Посмотрите дальше. I did a shot before I. Что на имеете в виду? Видимо, I did a shot before I came here. То есть я выпила прежде, чем сюда пришла. Did a shot – дословно сделала рюмку. Но что на имеете в виду? Что я рюмочку выпила прежде, чем сюда подняться. Извините. Jesus. Вот Jesus – это такая фраза, что типа Господи. Oh my God. Bloody hell. Вот Jesus. И так далее. It is awfully young to have so much success so far. Это ужасно young. Умеется в виду, вы ужасно молоды, да? Чтобы получить так много успеха. Вы думаете, вы чувствуете, что это хорошо. It's a good thing. Это хорошо, что успех приходит так рано в карьере. Она отвечает. Ну, я надеюсь, что да. Я имею в виду, кто знает. Полагаю, что увидим. Поживем, увидим. We will see. You are not worried about it being so soon. Вот это по идее вопрос, но он не меняет порядок слов, потому что это немножко разговорная речь. То есть вы не переживаете. To be worried about – это беспокоиться, переживать о чем-то. I'm worried about you. Я о тебе переживаю, например. То есть вас не беспокоит то, что успех, и в данном случае успех, пришел так рано. Too soon. Вот to, когда ставят перед этим словом, означает слишком. Например, too soon – слишком рано. Too sweet – слишком сладкий. Too young – слишком молодой. Well, now I am God. Ну, вот теперь-то я беспокоюсь. Господи. То есть теперь, когда вы сказали об этом, я начала беспокоиться. Ну, собственно говоря, все. Есть полная версия ее речи, но я думаю, этой тоже части это будет достаточно. Если были какие-то новые фразы, то выпишите себе их. Если есть какие-то моменты, которые я не объяснила, напишите мне в комментариях, я объясню. Ну, это достаточно простой ролик был. Ну, это очень простой. Я не могу.